Пару слов о дельфийском методе. Если в интернете вбить ключевые слова «дельфийский метод», то станет понятно, что это особый способ, методика познания окружающего мира, особенно задач, социальных прежде всего задач, политических задач, военных задач, когда в выработке решения принимают участие независимые эксперты. Причем независимые эксперты и территориально, и даже незнакомые друг с другом берутся максимально независимая оценка. Оценка — это категория разведывательная. То есть можно написать таблицу, описать процесс, например, по разным параметрам, а можно дать оценку. Это картинка, образ, который емко может вобрать в себя все. И вот такие оценки от разных экспертов, собственно говоря, и представляют особую ценность в дельфийском методе познания. Если вы в Википедии почитаете статью о дельфийском методе, то в разделе «О России» вы узнаете, что в России этот метод применяется очень-очень слабо. Это связано, во-первых, с особой иерархией движения финансов в аналитических структурах, когда все политологи, работающие в этих структурах, друг с другом знакомы. Они получают финансирование, в общем-то, из одних или полутора рук, и поэтому они как бы кладутся, ложатся под заказчика, и поэтому дельфийский метод практически невозможен. Если вы обратили внимание, в этом году мы начали проект, который называется «Таврический концептуальный клуб». Это методически, методологически небольшая часть дельфийского метода познания. То есть мы начали прежде всего с того, что брали развернутые интервью у разных спикеров, даже друг с другом незнакомые. Вот эти глубинные интервью – это первая часть дельфийского метода, которая на самом деле является сырьем для последующего анализа и выработки определенных концептуальных решений. Причем решений не только стратегических, в стратегическую глубину, но решений тактических и, самое главное, на нижнем логическом уровне действия. Что предпринять, как сманеврировать, как сыграть, например, с населением, с противником, с элитами, с людьми, которые вбрасывают дезинформацию и саботаж, и так далее, и так далее. То есть Таврический концептуальный клуб – это крымский способ применения дельфийского метода. Этим роликом я хочу обратиться ко всем лицам, которым интересна наша деятельность, которые следят за нашей работой, которые, ну, просто даже смотрят ролики на канале Дмитрия Тарана на Ютьюбе, поддержать наши усилия в выработке концептуальных решений, в написании определенных аналитических справок, в написании докладных записок лицам, принимающим решения, по тем или иным вопросам. Нам на самом деле вот в этот период осени до Нового года действительно не хватает ресурсов. Объем работы мы на себя взвалили достаточно большой. Это и знаки, это разведданные, это сейчас мы запустим еще проект «Обзор благосферы» за неделю. И вот вся эта деятельность Таврического концептуального клуба требует и времени, и сил, и ресурсов. Поэтому просьба всем людям, которые следят за нашей деятельностью, в подписи к ролику есть наши реквизиты, там электронные кошельки, там счета и так далее, и так далее, по возможности, если есть мотивы и желания, нас поддержать. Мы отработаем. Спасибо за внимание.